Ты только вылези, пожалуйста, а то вот я вас вечно слева вытаскиваю за уши из-за копов. Смотри в камеру, я там. Блин, не вижу. Смотри, вот там бог, а вот в камере я. Ну, так это, настройся. Привет, Артём. Привет, Ян. Говорят, у вас там жара. Ой, вообще жесть просто какая-то. Ожидал тебя увидеть в торсе ню, как говорят французы, ну, без одежды. Ну, я как бы приоделся, а то неудобно. Ну, это понятно, я шучу. Что там у вас за градусы? Да, жесть. У нас вообще где-то на улице вот днём в районе 35, и так каждый день. Ночью под 30-ку. А в край, если выехать, там у них от 40 до 45 в тени. То есть, ну, мы, можно сказать, как в Африке живём. Вот уже неделя, и сейчас вторая неделя уже пойдёт такая жара. Ну, что-то, это, в общем, как-то это всё странно. Я вот хотел вот эти все вещи обсудить, потому что вот сейчас вот что происходит. Сейчас активно начинает опрокидывать вот эту тему насчёт голода. Ну, вот в информационном пространстве начинает вот это, заряжать эту тему. И мы смотрим, вот репортажи идут из Британии, что у них там полки начинают пустеть. Вот перебои с питанием, типа этих дальнобойщиков там не хватает, чтобы перевозить эти грузы. Ну, вот этот бред. А у нас, что самое интересное, у нас сейчас некоторые заводы, они перестали поставлять продукцию. То есть, в общем, фишка-то в чём, что вот эти заводы, которые поставляют, допустим, какие-то продукты, продовольствия, именно, ну, как низкого качества, дешёвые, то есть вот те же дошираки, допустим, на них человек может месяцами сидеть на этих дошираках. А здесь вдруг ни с того ни с сего завод начинает писать там, ну, то есть своим ритейлерам отписываться, что, типа, то они на ремонт, то ли уходят, то ли что, там, короче, непонятные какие-то формулировки идут. И как так может, что завод закрывается сразу там на несколько месяцев на ремонт? То есть они... По мне, так лучше бы он вообще закрылся с дошираками. Не ешьте дошираки, люди, вы чего? Нет, дело в том, что, ну, там, кроме дошираков, другая ещё продукция. Просто они вообще полностью позакрывали всё, и никакой продукции нет. Фишка-то в чём? Что на этих дошираках можно очень долго продержаться, если будет какой-то голод. Ну, то есть тупо вот, это такая пища, она дешёвая, и можно там месяцами на ней сидеть. А если вот этот голод начнут прокручивать они, тогда, ну, а чем ещё питаться? Ну, лучше на горохе сидеть, слушай, за ту же цену, либо на рисе, чем на дошираке, я тебя умоляю. На дошираке ты долго со здоровьем не протянешь. Не, ну, возможно, да, но дело в том, что хотя бы хоть как-то протянуть люди захотят в будущем. Понятно. Но всё равно, а дошираку, как бы, крупы разные. Ну да, это всё сейчас сильно дорожает, там инфляция капитальная, конечно, накрутки такие идут. Я просто к тому, что они потихонечку начинают выпиливать продукты основные, ну, такие вот дешёвые именно, на которых можно сидеть долго. И это всё как бы неспроста. То есть на одном заводе у них там пюре, там этот тигрёнок, их тоже там перестали поставлять. И у них такая отмазка, что типа, ну, это якобы вот у нас тут баронавирус такой, год плохой был, люди сидели на карантине. И поэтому у нас нет ингредиентов, с которых делать типа вот эту вот, ну, ерунду эту, и типа мы не можем те же объёмы обеспечивать, как раньше. Ну, то есть это просто поводы идут. Они просто тупо начинают продукты потихонечку срезать. То есть явно происходит что-то не то. И я вот о чём говорю, что вот эта вот жара, она как-то странно так подвернулась ни с того ни с сего. Потому что сейчас вот там вот кто у нас там знакомый, там родственники в крае, огороды сейчас просто жесть, ну, выгорает. То есть уже сейчас понятно, ну, явно понятно, что урожая не будет толком. Урожай, это урожай. Я как раз сейчас видео выкладываю, какие у меня помидоры, вот такие вот. Ну, а у нас сейчас всё, у нас выгорит просто сейчас всё. У кого где водоём есть, то поливать может, у тех нормально будет, а у остальных... Ты прав, я заметила тоже, вот как только у нас, ну, вот тоже, у нас вообще не 35, у нас 45 было несколько недель. И я вижу, что урожай-то готов, да, хлеба там всё такое. И как только начинается покос, резко вдруг откуда ни возьмись, летит дождь бешеный. Просто они не успевают просто это убирать. Ну, а у нас дождей нет, у нас просто тупо печёт. Неважно, там тучи какие-то налетели или синее небо, всё равно вот как в микроволновке. Такое ощущение, что вот реально микроволновку врубили, мозги не варят. То есть вот сидишь как пьяный, вот реально. Люди многие там жалуются, что эти таблетки пьют, у всех давление скачет там нереально. Просто горстями, говорят, жрут эти таблетки, ничего не помогает. Ну, не знаю, вот... Пей воду, святую. Я вот сделала ложку, туда кладёте серебряную, святая вода, всё, пейте воду. Много. Да, я вот воду этими тоннами хлещу. В общем, что-то здесь не то, короче. Может быть, это просто совпадение, но оно такое случает... Такое совпадение странное, что оно играет на руку тем, кто вот это всё устраивает. Просто что-то здесь не так. Это не совпадение. И, кстати, вот у нас до этого были такие вещи, вот где-то, по-моему, в 19-м что ли году, в конце 19-го, у нас часто шли как типа тайфуны какие-то налетали, и ветер такой шквальный прям сильный был. То есть тут деревья, всё валил, и я вот заметил, что какой-то странный такие эти вот погодные изменения, то есть ни с того ни с сего, прям шквальный ветер, там жесть такая полная, эти отепления вот у домов там оббивают отепление делают, они тут у многих домов посрывало просто это отепление, тут всё было во Владивостоке захламлено этим пенопластом. Пенопластом, ну всё в пенопласте было. Ну и я вот что заметил, что когда на улице находишься, ветер, причём именно горячий какой-то. То есть вот вроде сильный ветер, всё, ну даже иногда одеваешь так курточку, думаешь, ну прохладно будет, выходишь на улицу, а тебя прям как прям горячим ветром обдувает. Такое ощущение вот реально, как будто что-то, какие-то запускают процессы, видимо, возможно, в воздухе что-то запускают, что начинает нагревать, я так понимаю, воздух. То есть какие-то завихрения начинаются, воздух сильно нагревается, и такое ощущение, как будто вот к печке вентилятор подставили, и на тебя прям горячим воздухом берут. Ну в микроволновке, знаешь, там сзади вентилятор такой стоит. Ну вот по тому же принципу. Может быть они вот уже испытывали эту тему, как это всё работает. У нас же тут в Владивостоке, кстати, осенью, это в каком, 20-м что ли году, ну вот был, да, в 20-м году, тайфун тоже там какой-то налетел, и получается снег с дождём прошёл, ну так капитально прошёл, что я, ну я просто такого, на моей памяти такого не было. Там видео многие выкладывали, машины прям как вот полностью льдом покрытые стояли, и у нас всё во льду, там провода пообрывало, интернет провода пообрывало везде. Вот у меня тут дней 10, наверное, интернета не было вообще по всему городу. И вышки, вот это вот, там одна, по-моему, или две вышки завалилась, которые, то есть, нас тут обеспечивали, получается, электроэнергией сразу, практически пол Владивостока, и вышки эти завалились там куда-то в район кладбища, и вот они там долго их там поднимали. В район кладбища? 5G в район кладбище, пусть завалится, нафиг. У нас тут морское кладбище, и оно туда на территорию упало, и вот они там всё думали сперва, как это всё там обеспечить, подъезд туда, чтобы поднимать. В общем, такой геморрой был, и вот я вот так просто тоже думаю, может быть, они как бы организовали эту тему, может быть, с падением этих вот электросетей, вот эти всё там, вот эти вышки эти попадали, может быть, они это организовали, чтобы обкатать, как вот, то есть там тут, ну, получается такая тема была, что пол Владивостока у нас здесь не было, света не было, воды не было, и отопления не было. Представляешь, уже практически там зима, уже холодно было, и, ну, ни отопления, ни воды, ничего нету. И вот так вот больше недели, короче, сидели в этих холодных стенах, ну, и они тут эти, ну, горячее питание там подкатывали, вот типа как вот при всяких разных вот типа вот там спасациях, вот они вот это вот, может быть, они как бы обкатывали тему, как вот это всё будет настроено, чтобы подкатить там, покормить там вот это вот там стадо там, туда-сюда их. А то, конечно. Снять разрушение таких вот моментов. Да, обыграть ситуацию, как это вот в реале потом можно будет всё вот, когда будет происходить. Я вот уже сейчас просто, тогда ещё как бы никто не думал об этом, а сейчас я уж так думаю, может быть, это что-то вот... Они это всё обыгрывают, понимаешь, под типа, если вдруг будет натуральная катастрофа, и как это людям спасаться, а не под это всё. Есть же специальные центры, я не знаю сейчас, как они там называются, сейчас не скажу сразу, но есть специально такие вот созданные группы и центры, и официальные сайты всемирные, которые следят за этим, мониторят. Под видом того, что вот ситуация такая, экология типа поехала, вот это вот Рошохма климатик, по-французски, по-русски, как это, нагревание планеты, как называется по-русски? Потепление климатическое? Да, вот это всемирное типа. Вот под это дело всё значит... Да, и вот, ну всё как бы это всё, конечно, странно, и вот знаешь, я вот смотрю на то, что происходит, сейчас я смотрю вот эти процессы, как вот во Франции, они начали запускать и в других странах, там, с Трювиталии, как это движуха, там, Испания, что-то пошла, и у меня такое подозрение складывается, может быть, они специально как бы дали отмашку, чтобы вот это всё движение началось? Не-не-не-не, вот здесь ты ошибаешься, здесь я тебя поправлю. Нет, здесь именно пацифичное движение. Есть, конечно, в Париже пару-тройку таких вот групп, как Патриот, например, которые организовывают, но у них всё равно это не вся Франция, как бы есть там какая-то часть, организаторы. В основном же эти движения, я тебе говорю, которая ходила на эти движения. Идут пацифично люди, ну, как сказать, неорганизованы, просто те люди, которые протестуют, они приходят, нет такой особой сильной организации, так скажем, вот этих всех протестов. Конечно, ходит там мема о том, что в Восток это, собираемся Восток это, а в такой организации, чтобы организовывать эти митинги, этого нет. Нет, это именно люди сами, без всяких организаций и наводок. Ну, я понимаю, но вот на той же Украине, на Майдане им тоже казалось, что это люди сами вначале. Нет, это другое. Я тебе говорю, вот здесь есть, да, в Париже, например, Патриот. Я вчера смотрела конференцию вот обычных людей, просто вот Zoom обычные люди, да, которые вот недовольны были и говорили, что надо заканчивать со всеми этими политическими организациями, патриотами там и так далее, потому что они собирают какое-то небольшое количество людей на манифестацию. СМИ потом это показывают и говорят, вон, смотрите, их там было три человека. Тогда как большое количество людей, обычных, без всяких организаций, никто не снимает, ну, имеется в виду СМИ, не снимают и не показывают. И они просили, ну, в общем, прекращать вот это дело, делать там-сям вот эти вот политики, значит, там, организовывают какие-то свои маленькие митинги. Такая сцена, стоит политик выступает, вокруг него стоит. Это не митинг. Митинг — это когда люди идут, когда люди между собой общаются и когда люди мирно идут, мирное шествие. Вот это митинг называется. Ну, вернее, как это? Ну да, митинг. Манифестация, пардон. Не митинг, а манифестация. Манифестация. Это разные вещи. В общем, в основном действие своё имеют вот эти мирные манифестации, то есть, так скажем, такие мирные обычные хождения, чтобы показать, сколько народу вообще вышло. А скажи мне, я не поняла, в чём вот твоя, как сказать, твоя идея, твоя мысль, для чего именно вот это, ты говоришь, типа организовывают? Для чего? Чтобы отвлечь от чего? Дело в том, что вот я, ну, я это рассуждаю, если вот, с той точки зрения, что если бы я себя поставил на их место, чтобы, вот моя задача какая была, я бы вот с продовольствием вот этими постепенными блокадами, вот постепенно, постепенно вот это всё продвигать и параллельно с этим бы начал бы запускать такие вот эти движухи, чтобы начались вот эти митинги, ну, и как, да, там шествие, поначалу шествие, а потом это может перевести. Здесь манифестации две разные вещи. Вот на Майдане в основном это был митинг, здесь манифестации. Да, ну, можно начать с одного и плавно перейти в другое. Так вот, я бы именно так и делал, я бы начал плавно с одного, потихонечку, потихонечку продавливал бы это всё, и это всё делалось бы для чего? Для того, чтобы вот устраивать вот эту всё больше, больше видимость вот этой нестабильности, чтобы потом можно было сказать, а у нас тут вот эти вот мерзавцы, вот они ходят, ходят, всё больше, больше начинают борзеть, и вот среди вот этих вот мерзавцев появляются вот эти самые хакеры, которые должны будут схакнуть вот эту всю нашу тему. Нам и так тут типа всё плохо у нас тут, вот эта болячка страшная, никем не выделенная, ужасная, ну, научный метод. Смотри, если ты видел моё видео, где я ходила, там, да, три часа мы ходили с друзьями, и вот эти все люди, и вот там на я ничего не заработала, в такой куче вообще ходить, кучаще. меня дочь потом сказала, ты на карантине у меня неделю будешь сидеть, но она потом, правда, на второй день увидела, что я ношусь как колбасой везде, и что у меня всё нормально. Ну и где он, ваш вирус? Где? Ну да, учиться. Франция ходит с 17-го числа ежедневно, кучами, толпами огромными. Где оно? Ну вот я говорю, что я бы вот это всё стал продвигать для того, чтобы потом устроить вот эти вот их кибератаки, после чего, то есть всё больше и больше вот этой нестабильности, меньше еды, больше шествия этих, и потом бы это всё начал бы сводить тому, что это всё беспорядки, надо, пора прекращать, и начал бы на уровне ООН вводить разные страны, разные, допустим, типа какие-нибудь там белые каски, ну чтобы типа там порядок якобы наводить. То есть сейчас правительство может даже начать в некоторых странах, в некоторых странах правительство могут начать играть в игру, где они якобы съезжают, ой, у нас тут такие, мы ничего не можем сделать, то есть они будут, то есть они подавлять сами не будут ничего, а будут только имитировать, что они сдаются, боже мой, что происходит, ужас, ужас, а потом это всё должно выйти на уровне ООН, и они каких-нибудь там людей вот с узкими глазами, допустим, пригласят туда к страну, чтобы навести порядок, вот в таком плане. Ну то есть это... Я поняла твою мысль, да, но слушай, смотри, у нас, например, обрубили вообще жизнь полностью медикам, медперсоналу, так скажем, потому что либо ты идёшь на укол, либо ты лишаешься зарплаты. Ну, там в Сенате посидели, причём воскресенье ночью, чтобы его утвердить, воскресенье ночью, они всё время ночами заседают. Что это за Сенат такой ночной? Похоже на какой-то Аум Синрикё там сидят, да? Причём из 50, из 570 сенаторов все уехали в отпуск, осталось там что-то вообще, 69, что ли, что-то в этом роде. Так вот, приняли они то, что окей, мы вам сделаем поблажку, мы не будем увольнять медиков за неукалывание, но вы зарплату не получите, а это одно и то же. Ты не вышел на работу, собственно говоря, то, что тебя не допустили к работе, потому что ты не укололся, ты не получил зарплату, тебе жрать нечего, собственно говоря. Одно и то же. И точно так же наши пожарные. Так теперь, вот ты говоришь организации, нет, это не организация, что им ещё делать? И теперь у нас блокируют просто госпитали полностью, медики, вот в некоторых городах, бойкот полный, не выходит на работу, полный госпиталь, можете себе представить? То есть, как хотите, больные, сами за собой ухаживайте, вот медперсонал, просто как хотите. Точно так же и пожарные, вот что угодно, вот всё. По группам, по нашим вот таким людским, обычным группам ходят разговоры о том, что действительно запасайтесь, потому что следующая блокада будут дальнобойщики, то есть, никто в магазин ничего возить не будет и так далее. И то есть, вот эти вот бойкоты, сейчас вот вторая, следующая акция, это бойкоты, бойкоты вот этих больших магазинов, бойкоты каких-то концернов, типа как Амазон, там и так далее, и так далее. Вот это вот всё. Ну и, соответственно, медики то же самое бойкотируют, вообще не выходят на работу просто пачками, кучами. Сейчас самое главное здесь во Франции не болеть, просто не лезть до ширак, чтобы не было там ничего плохого и так далее. Но я тебе хочу сказать, вот с одной стороны мне твоя мысль понятна, а с другой стороны я тебя уверяю, что это неорганизованное. Это вот из-за этих мер, которые приняли, пошла такая волна, собственно говоря. Ну а как ещё? Ну вот я почему-то уверен, что это всё организовано, если честно. Ну мы дальше посмотрим. Как ты делаешь этим людям? Вот как ты говоришь, хорошо, давай допустим, что это организовано, да? А что этим людям делать ещё? Как им ещё выразить свой протест? Ну как я и говорил, с саботажем, только саботаж может быть, потому что людей просто подводят тому, что надо, вот они что хотят, они то людей и подводят, а нужен саботаж. Просто тупо. Ну вот он и есть саботаж, блокаж, бойкот и так далее. Это и есть саботаж своего рода. Ты имеешь в виду какой, вооружённый саботаж? Нет. Но он быстро очень гасится. Ну это я говорю о том, что я говорил в первом видео. Когда ты просто на людей, то есть они продолжают работать, всё то же самое продолжается, просто они перестают участвовать вот в этом всём. Да, но их не допускают до работы, понимаешь? Если ты не пойдёшь, не привьёшься, тебя до работы не допускают. Вот и всё. Так вот я говорю о том, что давить надо на тех людей, которые не допускают. Прям приходишь к ним, публично освещаешь их и говоришь, пусть они отвечают за это всё. То есть они должны сказать публично, что они лично будут за это всё отвечать. И это всё вот постоянно вбрасывать в информационное пространство, чтобы у людей формировалось мнение, кто именно будет за это всё отвечать. Не Макрон, не Макрон, а вот эти будут отвечать. Понятно. Потому что всё сбросил. Макрон-то он всё сбросил на этих... Да, он на людей сбрасывает сюда. Так же у нас происходит. Редионы потом сами будете. У нас уже ходят юридические документы, которые ты приносишь работодателю, потому что у нас тоже не сидят, знаешь, не щёлкают. Это адвокаты, которые на нашей стороне. Документы я в своём телеграмме разместила, которые нужно принести работодателю на подпись, на укалывание, что я такой-то, такой-то иду на укалывание такого-то числа. Вы меня послали, я иду. А вы, мой начальник, который меня послал такой-то, такой-то, несёте ответственность по статьям таким-то, таким-то, пенальную ответственность. А пенальон у нас это такая ответственность, дорогая очень. И, знаешь, чтобы с него подпись эту взять. Но не все работодатели, как бы, никакой из работодателей не будет это подписывать, просто-напросто. Но, опять же, дальше целая процедура. Ты, если он тебе это не подписал, ты должен это зафиксировать. Чтобы это зафиксировать, нужно, чтобы специальный человек был. Ну, в общем, целая песня. Это можно прийти, попугать его таким документом, да? А будет он это подписывать? Конечно, нет. Ни он это не подписывает, ни те врачи, которые нас приглашают на указывание, и ты приходишь, даёшь ему тот же документ на подпись, естественно, он его подписывать не будет. И что делать? А я говорю о том, что надо давить, вот сидит врач в кабинете, и он процедуры эти проводит, и давить именно на этого врача. Да, там истерика, слёзы будут, да как, что ж вы делаете, да я-то тут, типа, при чём? Да при том, ну вот человек отказался, следующий приходит с тем тоже самую процедуру проводить, именно чтобы ответственность вешать, то есть вот кто процедуру проводит, именно тот и отвечает. И пусть они друг на друга там ссылаются, пусть хоть сам приходит там главврач, вот он садится, и на него также ответственность. И такая паника и истерика начнётся, что мама не горюй. И вот с этого места, вот сейчас я здесь скажу, Артём, мы с ним запишем маленько-коротенькое видео, тех слов, которые нужно говорить, когда вы приходите к такому человеку, который вас что-то заставляет. Вот эти слова мы с ним запишем и разместим на моём телеграмме. Да, Артём? Да, можно будет сделать это, И вот я ещё хотел, в прошлый раз мы обсуждали приватизацию, а в этот раз я хотел обсудить ещё одну вещь, такую как цифровая валюта. Потому что, я вот смотрю сейчас, я почему хочу это всё обсудить, потому что многие люди сейчас, я смотрю вбросы в ТикТоках, сейчас идут очень много вбросов, как типа там якобы предъявляет этому Фёдорову, который из НОДА, и он там рассказывает, что типа у нас тут так конституции поставлено, что нами Госдеп США управляет, ну вот эту байду там несёт, что там ФРС там управляет нашим Центральным банком, там Госдеп нами рулит, и мы ничего сделать не можем, мы вынуждены подчиняться, ну вот эту байду несёт, типа по конституции так. Но на самом деле они эти вбросы делают для того, чтобы полностью снести эту конституцию, либо поменять её так, что прав у людей вообще никаких не останется. То есть они не за права людей борются, они борются за то, чтобы вообще её убрать, и чтобы прав никаких не было. Слушай, а вот скажи мне, по литологии, не знаю, ты как там, я тут недавно совершенно узнала, ну я же такой человек, что, ну, огород всё такое, а тут, значит, конституция. Оказывается, наш Макарон-то, он является держателем конституции в какой-то мере. Так, у нас вот во Франции, например, президент, он является держателем конституции. А у вас Тютин? Тютин у нас гарант конституции. Гарант, да, точно. Гарант. Так вот, эти гаранты, они имеют право вносить какие-то изменения в конституцию или нет, вот интересно. Что самое интересное, что там смысл какой, им надо какой-то там собирать типа комиссию какую-то там, эта комиссия не прописана в законах, как она собирается, то есть, чтобы поменять конституцию, нужно собрать там, я не помню, как она называется, в общем, ну вот как я, грубо говоря, комиссию какую-то там собрать. Как у нас Сенат, собственно говоря. Ну, что-то типа такого, да. И они должны там по каким-то определенным лекалам провести вот это всё собрание и какие-то пункты там, допустим, менять. И смысл в том, что нету, допустим, регламента, как собирается вот эта вся вот ихня вот эта шарашка, как именно образом вот это всё собрание собирать, которое будет конституцию менять. И при этом, что самое смешное, последний раз, когда у нас была смена конституции, ну не смена, а там они пункты кое-какие поменяли, ничего, никто не собирал, никаких там этих собраний не было, там, ну, вообще ничего не было, просто взяли вот так вот сходу. А люди, проживающие в стране, они являются каким-то образом держателями, ну вот, то есть гарантами конституции, конституционных прав? Я уже, если честно, уже ничего не понимаю, что вообще происходит, то есть, когда надо что-то сделать, делают, когда не надо, говорят, что нельзя делать, ну, то есть, вот в таком плане, то есть, я уже не знаю, что и думать, и как, бред какой-то получается. Ну, то есть, мы видим, что они могут менять конституцию, но когда не надо, там, что-то, то тогда не надо, вот как нам Фёдоров там рассказывает, а мы ничего, типа, не можем сделать, мы типа, под американцем. Так вот, я хочу сказать людям, что это ложь. Сами вот эти глобалисты забрасывают вот эту ложь, что мы типа, под американцем, мы не под американцами, мы под банком международных расчетов из Швейцарии, город Базель. Ну, я уже много раз это все упоминал, я просто хотел сейчас показать, как это все происходит. Дело в том, что и их, этот ФРС, он также подчиняется вот этому, банку международных расчетов, в связке там с Всемирным банком. Так, вот сейчас, здесь у нас, что происходит? Сейчас у нас активно создают цифровую валюту. Я вот сейчас зачитаю просто здесь специально. Вот, в середине октября, ну, здесь получается вот одна редакция, там, какого-то этого журнала, там, пришла, и они там, им дают интервью. Вот, в середине 20-го года команда Банка России приняла решение об инициировании, ну, то есть, инициировать общественные консультации, темой которых стал возможный запуск, запуск цифрового рубля. И вот они здесь обсуждают вот этот цифровой рубль, и что самое смешное, вот тут схемы разные, все на английском языке, как всегда. Я так понял, они просто текст переводят с английского, а схемы здесь на английском. А вы можете там нажать этот гуголь-переводчик, нет? Нет, там сами, как, схемы нарисованы. А, понятно. Текст, как бы там у них все на русском идет, тут просто схемы, и у них под схемами там на английском все написано. Пришли мне скрин экрана, я сюда вставлю. А, да я просто это, я скину. Потом файл мне скинешь. Я вот это, я просто сайта с этого скину, можно будет просто дать ссылку туда, чтобы люди почитали, что они создают. И вот они тут пишут, что все, все, короче, будет полностью там под контролем, ну типа это все там, налоговые сборы возрастут там туда-сюда, потом, как всегда, вот что типа эти же все воры там во власти сидят, а теперь они не смогут ворвать все, потому что все будет под контролем. И даже вот эти, то что там материнский капитал сейчас не смогут использовать там туда, куда не надо, а будут конкретно покупать. Блин, мой материнский капитал там лежит, прости. Дайте, отдайте. Короче, в общем здесь, ну я ладно, я сейчас не буду это все зачитывать, я просто скажу, что здесь вот, когда вот схема, допустим, где это все описывается, как это все работает, и тут вот, что самое смешное, тут дальше идет там на английском языке, и ниже там подписано, откуда эта документация, тут написано Bank for International Settlements, то есть это, это как раз и есть тот самый Банк Международных Расчетов, то есть они создают по документации от Банка Международных Расчетов это цифровой рубль, и это все преподносится, как будто это наша российская, ну если уж наша это российская, то мы бы, мы бы хоть бы, знаешь, стерли бы вот эту надпись, где это прописано, откуда эта документация, ну это же, ну то есть они даже не парятся, они думают, дайте, вот это стадо, оно и так, это им там, сейчас иммунитет им стадный, там и закинем эту, все стадное, они же стадо, оно не способно ничего понимать, и вот мы, особенно летом, сейчас вот летом, быстренько, ты понял, да, что летом сейчас, пока все в отпусках, якобы, все быстренько начало так развиваться, но они не прощупали тот факт, вот кстати, надо отдать должное французам, например, лето, отпускай, сейчас самых французов, раньше вообще тут тишина, и на улицах никого не встретишь, раньше было в это время года, сколько сейчас вышло на демонстрацию, то есть люди, либо они уехали в отпуска, либо если уехали, приехали, либо просто вот, забили на эти отпуска, и вот смотри, я хотел просто показать людям, что это такой за банк такой, в этом базале находится, сейчас я зачитаю, некоторые может даже будут просто в шоке, то есть вот я просто зачитаю, это очень интересно, международная финансовая, ну то есть банк for international settlements, международная финансовая организация, функции которой входит в содействие, сотрудничество между центральными банками, и облегчение международных финансовых расчетов, кроме того, это центр экономических и денежно-кредитных исследований, то есть все оттуда идет, центральные банки, ведущих торговых государств, являются его учредителями, каждый назначает своего представителя, совет директоров, правление собирается не реже 10 раз в год, штаб-квартира этого банка расположена в базале, целью банка является содействие, развитие, сотрудничество между центральными банками, создание новых возможностей для международных финансовых операций и деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении международных платежных операций, переданных ему на основании договоров со сторонами-участницами. Короче, здесь, ну ладно, прочитаю дальше. Часть функции банка международных расчетов в значительной степени взял на себя международный валютный фонд, то есть это все в связке идет, вот этот банк, то есть часть функции этого банка берет на себя международный валютный фонд, чтобы как бы этот вот глаз своего рода, то есть чтобы на этом фокус внимания не был силен на банк международных расчетов, он как бы должен находиться в тени, такой серый кардинал, руководство тут идет, а у него на побегушках международный валютный фонд, который вот эти вопросы решает. А как он решает, мы знаем, как он долги загоняет, там эти соросы ездят, вопросы там решает, где с кого там, кому дать денег, а потом землей забрать. И вот сегодня основной его деятельность, сегодня основа его деятельности остается кооперация среди центральных банков кроме того банк международных расчетов оказывает широкий спектр финансовых услуг центральным банкам стран членов предоставляет кредиты принимая депозиты выступает в качестве посредника или гаранта то есть все и вот этой кухни финансовой нашей системы руководит этот банк международных расчетов не фрс сша там не что-то там какой-то госдеп сша а именно они руководят и они также диктуют свою повестку тем же из сша то есть вот откуда управление происходит тут вот и что тут тут вообще просто конечно эпично все сейчас я просто зачитаю эту эту это жесть просто полная так вот банк международных расчетов был создан в 1930 году на основе гаакского соглашения центральных банков пяти государствам бельгия великобритания германия италия франция и конвенция этих стран со швейцарией где расположен банк международных расчетов базы в городе базы так в связи с планом юнга о репарациях выплачиваемой германии страна победителем первой мировой войне официально сша не участвовали в создании банка международных расчетов так как не могли получать репарационные платежи с германии поэтому на акции банка международных расчетов подписались частные американские банки во главе с банкиром джи пи морганом то есть это вот это братва вот ну в америке просто вот этот вид крупный финансовый капитал они просто рулят этой америкой и они как бы в теме с этим база лим то есть там сама америка она как бы это просто инструмент инструмент влияние который накачали и где-то что-то кого-то там прессует или еще что то но это только для отвода глаз чтобы на них все шишки летели а на самом деле вот эти ребята рулят всем и они у них им плевать на эту америку они сегодня она есть за 3 снесут другого назначат анкин полицейским мировым там жандармом вот в таком плане им плевать как им выгодно будет так и будут перекручивать все и просто чем занимался этот банк это это просто жесть какая-то в годы второй мировой войны но это многие просто сейчас шоке будут в годы и второй мировой войны 39 45 в банке продолжалось сотрудничество между директоратами от стран гитлер антигитлеровской коалиции это франция великобритания сша и от фашистских стран германии и италии то есть они работали и с теми и с теми заинтересован заинтересованная в приобретении товаров через нейтральные страны германия не имела для этого достаточного количества валюты поэтому банк международных расчетов обменивал золото нацистов на свободно кормить конвертируемую валюту на которую проводили сделки в швеции и других нейтральных странах то есть они все все в руинах везде все рушат а есть несколько стран да вот швеция там швейцария где все круга входит и кругом и там никто не воюет там все хорошо потому что они там сделки прокручивать ребята вот эти которые вообще всю эту кухню со второй мировой закрутили которые сейчас тоже самое делают те же самые ребята ну понятно что уже как бы не они а уже их дети получается но не уже кланова этом вся тема они кланами у них там и дети потом их внуки дальше будут они сейчас на ней планету очищать для чего потому что они переживают а как наши дети будут жить господи вот это вот стадо вот тут расплодилась тут со своими там иммунитетами стадными аж надо что-то с ними сделать а то нашим детям как же жить среди этого тупого стада который засрала планету загадили и надо почистить стадо загнать их в агломерации чтоб они там сидели ровно на попе и не гадили кругом а везде будет природа красиво животные но для как бы для себя любимых все да мне тут майкрософт время картинки на заставку присылает природные так вот смотрите на это просто угар значит и других нейтральных странах вот золото этого но это жесть золото гитлеровцы получали из концлагерей в майданике освенцами и других золотые коронки ювелирные украшения что выковыривали из людей переплавляли слитки по 20 грамм каждый также то есть и и потом это все барыжилась вот в этих странах вот эти ребята блатные которые это все закрутили они барыжили то есть у людей там зубов выковыривали переплавляли и деньги им просто нужны были на войнушку немцам нужны деньги а как это обеспечить а вот так и обеспечивали а также использовались золотовалютные запасы захваченных ими стран европы и вот дальше в связи с этим скрывшимися фактами бриттенбудская конференция сорок четвертом году приняла решение о ликвидации банка международных расчетов но банк уцелел и даже стал расширять свои операции вот так бывает так как финансовая лобби финансовая лобби это вот фамилии там олдричи дюпоны морганы чем берлин и и другие акционеры там фарбан было заинтересовано в дальнейшем извлечении личной прибыли то есть блатные пацаны решили что давайте не поддается осмыслению никакому кошмар какой да и вот после войны через банк прокачивали платежи по плану маршала он осуществлял многосторонние клиринги клиринги для европейского платежного союза а после распуска последнего платежного союза в рамках европейского валютного соглашения банк международных расчетов является финансовым агентом европейского объединения угля и стали международного красного креста всемирного почтового союза ну и короче вот эти все организации под ним и другие но и другие банк международных расчетов выступает в качестве европейского вспомогательного органа международного валютного фонда и международного банка реконструкции развития вот кстати я рассказывал тот раз как вот этот вот чарльз райан который у нас здесь как он наподобие сороса который у тут прихвате за цами занимается активно он как раз вот от этого банка международных реконструкций развития он там в директорате сидел то есть это вот все вот одна банда она нам спектакли просто разыгрывает и их задача всегда отводить от себя вот они вот тот же банк международных расчетов он что делает он от себя внимание таким образом отводит что типа типа это вот валютный фондом якобы чем-то занимается это там вот что-то фрс чтобы на них вот это все как бы как бы они в тени получается и люди как бы друг на друга там вот там а там вот вы там американцев и там русские и вот грызни вот это устраивает а на самом деле вот они все и устраивает они вот во вторую мировую он покв Grohl летели неплохо у них все хорошо не бэр и жили там бабки поднимали он а миллион и миллионы людей погибали нормально поработали сейчас сейчас опять те же самые люди опять то же самое хрини занимается и вот они же сейчас создают вот эту через этот через их же документацию то у нас допустим россии их цифровую валюту рубль цифровой но надо же какие мы суверенные по их документации наш национальный цифровой рубль создаем даже бред полный ну то есть история повторяется и люди как я не знаю швейцария вот просто вот а вот эти вот кстати вот может кто-то из экономистов слышал там вот эти вот базаль один там базаль два вот сейчас базаль 3 они там внедряют это же нормативы то есть то есть базаль это вот многие нора не понимаешь почему базаль называть да потому что город где находится этот банк международных расчетов базаль город и вот эти вот нормативы которые принимает страны на уровне стран вот эти все центральных банках они это все оседает экономические вот эти нормативы как как банкам действовать как взаимодействует между собой какие валюты там куда что это все делается по вот этим нормативам базаль который называется вот базаль один был базаль два не принимает и и это вот как раз оттуда от этого банка то есть он разруливает вообще всей экономики на планете. То есть вот эти ребята глобалисты, это как раз то, о чем говорится в книге «Комитет 300», где вот Джон Корман, он прямо... Кто работает в банках, копните там у себя поглубже и задумайтесь, стоит ли. Да, я вот просто хотел донести это людям, потому что многие до сих пор пребывают в этой иллюзии, думая, что вот мы там что-то там с США, США это такая же колония. Независимая страна, там, ну, допустим, Франция независимая, там, республика, пятая. Уже давно ее нет. Уже давно она продана, это сто процентов. Уже сами французы даже говорят. То же самое Россия. Абсолютно все один в один. Только рассказы, одни вот эти байки идут, там, вот это вот ухаческа, что вот, там, сегодня, завтра, послезавтра, все, там, суверенитет, вот этот бред. Ну, это бред. Ну, о каком суверенитете может идти речь, если у нас валюту их создают вот этих самых ребят, которые там во второй, как он, куролесили, там, коронки переплавляли, и сейчас они нам цифровую валюту создают. О каком суверенитете вообще речь? Что за бред? То есть у нас все, все, вообще у нас вся жизнь, она основана чисто тупо на иллюзии. Ну, не хочется, конечно, в это верить, но это так вот и есть, получается. И потом ссылочку скинь мне, ладно, я ее сюда. Там же можно сайт перевести, допустим, на французский, чтобы я потом французским комарадом туда прогнал. Ну, вот по валюте по этой я вот, да, ссылку дам. Да, наверное, через гугл, наверное, прогнать можно будет. А вот это вот с Википедии вообще статья вот последнюю про этот зачитывал, кто рулит вот этой всей кухней. Это с Википедией. Просто фишка-то в чем, что вся эта информация есть в открытом доступе. Ну, ты знаешь, да, что в Википедии там любой человек может написать, просто ты можешь пойти и написать там все, что хочешь. Да, нет, я знаю ты об этом, да, только там смысл такой, что ты даешь источники, откуда ты это все берешь. Там внизу ссылочки и источники. Ну, то есть, ну, о чем говорить? Самое интересное, в Википедии пропустило это, удивительно, правда? А так, это вот, так и работает технология, вот эта пропаганда. То есть, смысл в том, что ты говоришь правду, даже в СМИ у нас про приватизацию, ну да, вот что, вот Мишустин подписал там в контексте 20-22 приватизации 95 объектов на продажу, и оно вот как бы раз быстро проскочило, и фишка-то в чем, что люди не застряют на этом внимании, а застряется всегда внимание на том, что идет в ток-шоу. Вот эти Соловьева, Киселева, там и прочее, вот эта мерзота, вот то, что они поют, именно это, на этом застряется внимание, и люди фокусируют на это внимание, и вот это то, что там про приватизации, про вот эти, даже те же банки, вот озвучил где-то что-то, у тебя раз резко проскочило, и все. А дальше они обсуждают то, что надо, то есть они формируют определенную повестку дня, за рамки которой нельзя ни в коем случае выходить. Ты знаешь, что у нас здесь проскакивает в новостях? Я вообще в шоке просто была. Смотрю, раз-раз ли ставятся новости. Обычные газетенки наши, которые под государством, собственно говоря, и пишут, что научные исследования подтвердили, что в организмах французов типа находится столько-то, столько-то металлов, таких-то вот металлов. И, значит, дальше в этой статье откуда они типа берутся? А это вот у нас тут типа, ну, распыляют сверху самолет, сами в статье пишут, да? И люди, значит, это вдыхают, и вот показало в крови у французов находится столько-то тяжелых металлов, таких-то образцов там и так далее. Статья прошла, никто так посмотрел, никто внимания не обратил, и пошли дальше своими делами заниматься. То есть они вот такие вбросы делают, показывают, что да, вот она правда. Да, то есть именно фишка-то в том, что реально много раз... Извини, пожалуйста, а это не говорит о том, что они как бы себя таким образом обезопасивают на случай того, что если будет когда-нибудь там в Нюрнберге или что-то в этом роде, что... А вот мы говорили об этом. Мы говорили, так и есть. Да, и это еще... Вот в этой технологии предусматривает, допустим, то, что их невозможно дискредитировать. То есть если ты какую-то информацию утаиваешь, если она где-то, какой-то инсайдер где-то что-то сливает, и эта информация выходит о тебе, то тебя как бы можно прижать по этой теме. А если ты, допустим, эту информацию... То есть фишка-то в чем? Им надо ее обязательно бросить, а потом дальше перебить ее, ну, вот это все всякие там Навальными, там, Сириями, Украинами, там еще что-то, ну, как у нас, допустим, в ток-шоу перебить. А ты-то вброс сделал, и тебя уже потом невозможно будет прихватить, то есть... Ну, нет, то есть уже никто не сможет зацепиться за это, потому что это как бы информация была, то есть она уже как нигде не вылезет, там какая-то там тайная, откуда там слитая или еще что-то, то есть все же есть, да, просто это не обсуждается. Невозможно будет сделать сенсационное, типа, открытие, да? Да, где-то кого-то там прижать за это что-то, то есть ты уже ничего не сделаешь, ну да, было, ну и что, ну вот все, там, да, другие поводы пошли более страшные, мы их обсуждаем и все, а это такое, это ерунда, что там обсуждать. То есть, ну, это так и работает, чтобы потом никого невозможно было на этой основе как бы дискредитировать, подловить там где-то или еще что-то. Они таким образом именно обезопасивают себя. А вот неплохо было бы, знаешь, вот собирать такие вещи и потом на конференциях, когда с Тютином, да, идет прямая там какая-нибудь, прямой эфир с Тютином, ему задавать такие вопросы. Вот у вас такого-то числа, вот прошла информация в такой-то газетенке про такое-то. Как вы это объясните? А вот я вижу, что у вас оказывается там вот такой-то банк, значит, вас финансирует. И читаем, прям в открытом доступе то-то и то-то. Как вы это объясните? Вообще... Вот это и вот это. Вот написано было, вы продали вот это. Вообще, знаешь, прямая конференция Тютина, она по факту является кривой конференцией Тютина, потому что... Ну, это бред. Вот смотри, это просто угар. То есть там не будет такого, что... Это все постановка. От и до это постановка. Вот смотри, вот у нас есть такой оппози... Типа как бы якобы такой против... Ну, так как против власти там оппозиционный телеканал Царьград. Они иногда часто там немножко приватизации. Я даже у себя видео использовал ихние сюжеты про приватизацию такое, что обыгрывает. Только они так обыгрывают, что Тютин здесь ни при чем. Это все вот вокруг него пятая колонна. Вот последний раз они так показали там, как они там крупные объекты на продажу выставили. И все так обыграли, что Тютин ни при чем, а это все Антоха. Силуанов Антоха. То есть это он мутит, короче. Он вообще не при делах. Шестерка просто такой, мальчик на побекушках. А они выставляют, типа якобы это он во всем виноват. А Тютин даже не в курсе вообще, что происходит. Ну, то есть вот так обыгрывает. И фишка-то в чем, что... Вот даже они... Вот я угорал. Я вот последний раз эту пресс-конференцию смотрел. Я еще помню чай с бутербродом пью, так смотрю. Ну, думаю, что там будут говорить. Интересно было. Ну, я смотрю, смотрю. И тут угар такой. То есть у них, короче, Тютину там наставили, на этом Царьграде. Короче, было... У него даже тысячи, по-моему, лайков не было. А дизлайков было 3,200 где-то. И тут где-то в середине этой конференции Тютина. Вот так смотришь, и у них резко, прикинь, 3,200 дизлайков, и они так резко щелк, и ровно 1000 дизлайков. Прикинь. И все-таки в комментах смотришь, там, в чате, типа, че происходит? Типа, вот вам, типа, царьград, вот вам, пожалуйста, позиция. То есть они тупо 2,200 дизлайков просто срезали и, ну, примерно там сколько лайков, столько и дизлайков сравняли. Вот и все. То есть это все постановка. Это вот, ну как, да? Я это вижу по своему каналу, собственно говоря. Когда у меня там подписчики пишут, что их отписывают, что они меня не видят, что переключают их на другое сразу видео и так далее. Ну, просто вот так задуматься, да? YouTube уже наоборот, получается, это... YouTube, это же агенты госдепа, да? А Тютин же, он борется с агентами госдепа. Тогда смысл какой? Агенты госдепа скручивают дизлайки Тютину? А зачем? Так они что, подыгрывают, что ли, ему получается? Ну, так если рассудить, да? В чем прикол-то? Они наоборот должны ему еще больше, там, да? Раз там, 10 тысяч ему дизлайков, опа, одно помимо. И мы видели, сколько набрало вообще всего видео с дворцом Путина, помнишь? Тютина, пардон. А, ты знаешь... У-у-у, сколько там было просмотров, дизлайков и лайков и всего там. Ну, на самом деле, это... Вот это все чепуха, потому что это вбросы делаются, как бы, вот, знаешь, что вот у нас там все украли, вот это все вот. Это как бы перебивает просто информационный повод, но смысл в том, что... Вот нафига ему вот эти вот... У него резиденции по этой стране, целая куча вот таких замков. Нафига ему еще там 100 тысяч 500 этот замок? Ну, это бред какой-то. Понятно, это уже все разоблачение-то было, собственно говоря. Ну, там он вообще какому-то олигарху там принадлежит, по-моему, этот... Ну, да, расстроили какой-то типа как гостиницу для... ВИП-гостиницы какой-то. Это вот это все, знаешь, это не то. Просто я говорю, что вот их задача постоянно делать вот такие вбросы, потом тут же их разоблачать и показывать, что это вот агенты госдепа наврали, чтобы постоянно можно было спихивать что-то там на агентов госдепа. Просто лишь карчок не удивлюсь, что это владелец вот этого строительства, как раз вот тот дедушка, которого мы видели все на картинке, который по пляжу ходит в беленьких полосках и в этом. Ай-яй-яй. Ну, это уже на Россию посмотрели. А мне даже интересно, это реально, да, или это прикол какой-то? Это реально, посмотри на его лицо, это он реально. Это жесть, конечно. А я говорю, они живут с удовольствием, ржут просто над нами. Ну да, контролируют наш стадный иммунитет. Как они, они же в курсе, да, как? Ну, они же нас стадом считают, реально. Ну, если вот так стадный иммунитет, там, можно им чепуху там что угодно вбрасывать, они все будут хавать. Но иногда вот тоже смотришь, да, вот люди ведутся, иногда думаешь, ну неужели реально, да, вот настолько тупели или что, ну как так можно? Я не знаю, мне вот это тяжело воспринимать. Они не хотят воспринимать эту информацию, берегут свои нервы, так скажем. У меня тоже вот есть родственники, которым начинаешь там, посмотри, срочно, это серьезно, это касается твоего ребенка. Ой, прекрати, хватит, ты меня задолбала уже, живи, вон, иди в сериальчик посмотри, живи нормальной жизнью, что ты вечно революционируешь там. Мне-то, кстати, тоже многие говорят, типа, да что ты вот зациклятся, ты уже там, ну типа, ну я реально как бы во все это погрузился уже. Когда это начинает тебе открываться, то уже не можешь другое. Я, например, не могу переключиться, вот у меня ребенок сейчас у папы на отдыхе, мне бы отдохнуть, посмотреть какой-нибудь сериальчик, заняться любимым шитьем, там я не знаю, но я, конечно, иногда там физические упражнения делаю там в огороде и так далее, но я не могу ни о чем другом думать, потому что уже мысль запущена, она уже пошла, она уже в действии. И о чем можно думать в такой ситуации, когда ты видишь, что с такой скоростью все просто бешеное развивается. Я считаю, знаешь, вот те люди, которые спят, у них разные стадии спячки, как говорится. До некоторых, если он там уже начал, типа, немножко пробуждаться, его направляешь в какую-то сторону, и ему тут же начинает все открываться, он уже начинает въезжать и понимать что-то. Но есть просто наглухо спящие, которые ты хоть убейся, ты им показывай уже, вот, у тебя перед дверью стоят, сейчас заберут твоего ребенка, он все равно не поверит. Или там еще что, вот, у тебя сосед там укололся, его вчера вынесли вперед. Он не поверит, он скажет, что, ну, то есть вот совершенно разные стадии спячки, нужно смотреть люди, не тратьте свое время на вот глубоко уснувших просто. просто-напросто. Если вы видите, что человек уже начинает что-то там, проснулся немножко, то его сам Бог, я не знаю, Бог Вселенная там, ну, и с вашей помощью, соответственно, уже поведет к открытым дверям, начнет ему открывать и показывать, как у нас произошло, собственно говоря, у пробудившихся и не спящих. Ну, вот Артем, он вообще не спал, по-моему, никогда, да, да. Я была там в какой-то момент немножко так в эйфории, в такой уснувшей, когда маски сшила сама и ходила, раздавала тут их в магазинах. Но у меня что-то сидело все равно в моей голове, что что-то тут не то, вот что-то такое было. Еще помню в самом начале, когда только первая была волна, у нас шли везде мемы, почему-то от Аршавина. Было написано, что Аршавин говорил и дальше чипы, 5G и там и так далее. Почему-то вот Аршавина туда засунули. Может, из-за того, что он знаменитый человек, чтобы это вот все как от него типа шло. Еще тогда как бы это все смешно было. Из уст Бони той же все мемы ходили, что Боня там это все говорит и что она шапочку забыла свою где-то из фольги там и так далее. Вот, но тогда еще закралось сомнение, соответственно. Если в вашу голову уже начало закрадываться какое-то сомнение, это значит, что вы просыпаетесь, что вы на верном пути. Ну, вообще, я как бы, когда только вот это все начиналось, я не то что в иллюзии пребывал, просто как бы в шоке пребывал. Вообще, до этого как бы у нас даже разыгрывали вот этот спектакль, якобы мы там, ну, конкуренция там США и я даже в какой-то степени в это верил. Я говорил о том, что как бы я поддерживаю Тютина до тех пор, пока, ну я прям у меня даже видео там в старых еще было это все, что я до тех пор, пока вот он говорит о создании вот этого Евразийского экономического союза. Сейчас они уже забыли про него даже, что хотели его создавать. А тогда я еще документацию там показывал, я разъяснял, как это все там устроено, как и что надо именно к этому двигаться. И потом, когда вот это началась вся игра, вот этот бароновирус, для меня это было как бы шоком. То есть меня это как будто вот окатили водой холодной. Я еще так не могу понять, думаю, стоп, это вообще что за прикол? То есть у меня как бы одно было мнение сформировано, что мы идем вот к этому Евразийскому экономическому союзу, о котором он говорил, а тут он резко как бы так щелк и все, и перестает о нем говорить и начинает скакать под дудку вот этих вот ребят, которые вот в коронке в свое время выковыривали зубов. И я так что-то это думаю, вообще что за хрень? То есть ну реально как бы у меня как шок такой был немножко. Я начинаю присматриваться, ну я просто, я сразу понял, что это вот под эту дудку он пляшет, это же лохотрон полный. Ну потому что я помню это вот 76 год, первый когда раз они обкатали, то те первый раз обкатали там. 2003, 2005, 2009, ну и том 17, вот это вот, то что они обкалывали там этих животных всех там, обязательно вот эту жижизацию животных водили в фермерских хозяйствах, типа ну, или сжигаешь свое с фермерское хозяйство или жижизируешь, ну то есть вот до такого. А теперь они эту же схему на людей уже переложили. И я так думаю, да что за бред? И думаю, может где-то какой-то подвох, может как-то там обыграет? Нет, не обыграет ничего, вон-то они так и пошли дальше скакать. Ну то есть, вот с того момента мне уже стало ясно полностью, что вот это все была иллюзия, то что нам рассказывали, что мы с США там конкурируем. Я уже понял, что это просто их человек, который разыгрывает просто спектакль для того, чтобы отводить внимание людей. Ну, то есть, ну, а так вот насчет вот этого вот, самой вот этой баранобесия, как бы, ну я сразу был в курсе, что это лохотрон. Я в первые же дни стал писать, что это бред, ну типа, ребят, вы что гоните? Ну и видео там стал сразу записывать, стал показывать, как, ну когда никогда так все начали, ой боже, боже мой, никогда такого не было. Я говорю, ребята, как-то никогда. Я прям показываю видео, вот нахожу видео, показываю, говорю, смотрите, так это всегда было. Люди болели там, и в комы впадали, и там, и, как говорится, там, легкие в труху там, ну вот это все было. Я ну прям показываю, говорю, ребят, вы что гоните, что ли? Это же всегда так болели. Нет, такого никогда не было. Что за бред? Ну то есть, это вот такие люди мнительные, они вот так воспринимают все, и когда вот из каждого утюга начинают вот эту пургу гнать. Кстати, в 2009 году так же пытались, только тогда телефонов, фишка-то в чем, телефонов тогда не было. Сейчас почему так четко все у них пошло? Потому что в каждом утюге интернет есть, и тебе отовсюду это вещает. А раньше там, ну, телевизор, радио было там еще в девятом, там телефоны только начинали там появляться, и в основном у всех кнопочные были, то есть, ну, не было такого интернетизации, вот такой конкретно не было. Я сам только в 2008 году начал интернетом пользоваться, ну, так уже там активно, а до этого, как бы, практически все без интернета сидели. Поэтому не получилось так еще жестко вот это все раскрутить, как в этот раз. А в этот раз нормально пошло, там, всем завещали, по ушам зачесали, даже тем, кто телевизор не смотрит, он все равно в телефон постоянно пялиться, а ему там новости эти вот, там, телефон раз, только открываешь, там, Google тут же, новости тебе, херак-херак-херак, там, новостную ленту, и вся пропаганда прям конкретная там на промывку мозгов идет. Вот, пожалуйста, можешь даже телевизор не смотреть, вообще выкинуть его, и ты будешь все равно под этой пропагандой находиться, потому что она тебе вот тут в телефон. К нам вообще приходили смс-ки от правительства о том, что вот, хотите узнать такую информацию, нажмите такую кнопочку. О количестве заболевших, о количестве умерших, такую кнопочку, о на сегодняшний день, типа, о том, где пойти поковыряться, такую кнопочку, ну, то есть циферку, да, на телефоне. Вот, прям правительство это. И сейчас у меня осталось это, на WhatsApp, кстати, это приходило, у меня осталось написано правительство, сайт правительства по сопле. Я туда захожу, пишу смс-ку, просто любую, и мне приходят обратно. Этот телефон больше не принадлежит правительству, это частный циферку. Вы ошиблись с номером, извините, до свидания. А у нас вначале там в телефон открываешь, и тебе тут же эта табличка вылазит, столько-то там заболело, там, столько-то там туда-сюда, там, крякнуло, там, и глаз там и щелкнуло, там, и еще что-то. Ну, то есть, везде, вот, куда не ткнешь, везде вот эта информация тебе тут же вылазит. Кнопочек таких не было, именно вот везде инфа лезет. Ну, так бы, такой, типа, ужас-ужас, короче, ужас-ужас, вот такое, нагнетание. Слушай, ну, ты сегодня ошарашил, конечно, меня и всех, это просто капец. И скинь, пожалуйста, ссылки, чтобы я их туда поставила, я еще поизучаю там. Но это, конечно, жуть, просто жутко. И фишка-то в чем, что кто-то скажет, и вот кто-то скажет, что, типа, тютинг здесь ни при чем, но фишка-то в чем, что он же этих людей ставит на ключевые посты. Вот эту Набиуллину, он в семнадцатом году, он же ее опять второй раз поставил. Хотя она, как бы, там, кто же, ключевое лицо вот среди вот этих вот глобалистов. У них там на их форумах, она постоянно там тусуется, то есть она под ними полностью. И он ее уже второй раз ставит, то есть лично назначает туда. Но если бы он там боролся там с чем-то, да, как разыгрывает там, башни Кремля там воюют между собой, там и все такое, да это бред. Какие башни Кремля вы что будете? Он их расставляет всех. Я вот, кстати, по злому экологу записывал видео, рекомендую посмотреть, там два видео, ну, там я такие факты показал, что там жесть полная. Как просто манипулируют эти ребята. И вот фишка-то в чем, что вот этот центральный банк, он в 2020 году, в этом, в декабре 30, ну, как всегда, к концу года, он же дает ему сверхполномочия. То есть он еще больше, как нам рассказывают, что тетя, ну, вот еще чуть-чуть и он, типа, национализацию проведет этого банка, но какая национализация, если он сверхполномочия им дает? И они вот с этого момента привязывают к Минфину, они там должны полностью, то есть Минфин и Центробанк, они должны действовать вместе, теперь связки там капитально, отчеты какие-то там конкретные, там, каждый там полгода или год давать. И с этого момента они начинают создавать эту цифровую валюту. Ну, вот когда он им дает эти сверхполномочия, и в этот же момент там они создают эту цифровую валюту. Ну, дуракушь, понятно, да, что происходит. Ну, как это? О какой борьбе вообще речь? То есть здесь все ребята, это все просто спектакль разыгрывается. И, как бы, это очень, как бы, очень плохо. То, что люди вот так вот, не знаю, как в иллюзии. И вот, когда говоришь такие вещи, иногда некоторые начинают разругаться. Типа, все, замолчи, заткнись, я не хочу, типа, это слышать. Ну, да, типа, не засоряй мозг, ты, как мне говорят, моя одноростница, мне говорит, что ты токсична, ты токсична, ты прям вот, я уже от тебя интоксикей, как это по-французски, да, воронежец. Мне тоже говорят, типа, ты негатив сеешь, ты зачем вот этот негатив? Я говорю, так, подождите, а как, это же правда? Причем здесь, при чем здесь негатив? Я говорю правду, при чем здесь негатив? Нет, не надо такой правды. Странно. Но так это же не значит, да, что ты, если ты отключишь мозги, то этого чего, всего не будет, что ли? Ну, это же бред. Так только, ну, не знаю, но это совсем уж надо быть, ну, каким-то ненормальным, чтобы так, вот такие понятия у тебя были, что если ты о чем-то думать не будешь, то этого не будет. Ну, как это? У меня нету. Да, чик-чик, я в домике, да, и все. Вообще, я не знаю. Самое интересное, так, вот я всем говорю просто, когда вас реальность ударит, вот есть, ходит, говорю, по интернету такая фотография, встреча, встреча с реальностью. Там девчонка бежала, короче, не увидела стекло с мороженым, ну, помытое стекло не увидела. Вот там вот такое лицо, такое вот, об это стекло расплющенное, и вот это мороженое вот так стекает. Ну, то есть, когда реальность вот так вот таких людей накроет просто, что с ними будет? Вот эта сказка просто резко кончится, выключится вообще просто резко. Они будут в полном непонимании, что происходит. Да. Поэтому нужно быть в курсе, начеку, и... Да, и вот, кстати, самое главное, когда ты уверен, когда ты знаешь точно, да, что возможно может быть, и тогда ты лучше подготовишься к этому. Да, все верно. То есть, ты психологически будешь хотя бы готов, а они же не будут. Ну, вот их спасаться и какие-то начнут проводить, да, они вообще в шоке, не понимают. Тютин нас тут почти сделал, ну, там, великой супердержавой, да, а тут бах-бах-бах, какие-то там приехали узкоглазые, куда-то тебя гонят там, а то он, они приехали, ну, как бы разруливать эту ситуацию, то, что мы же сами не можем справить, тут ужас, нам пришлют, там, только помогай их пришлют. И просто, и вот люди будут в этом шоке, и их там можно и в какой-то там лагерь загнать, и жижизировать там, и что угодно с ними делать, как пластилин, лепи из них что угодно, потому что они в этом состоянии шока, когда им сломали только картину мира, вот этот вот, у них диссонанс вот этот в голове, они не понимают, и в этот момент все, что угодно с ними делать, хоть утилизируя, они даже понимают. А люди, которые шли верным путем, они спасутся заранее, уже подготовятся и будут знать, куда они будут спасаться на случай спасации, и не забудут захватить с собой спасительный наборчик. Да, по крайней мере, будут готовы, хотя бы даже морально, да, чтобы где-то что-то не сглупить и глупости не наделать. Да, да, анализировать, потому что в стрессе мы не можем анализировать. Когда там, как ты говоришь, прибегут узкоглазы, там или еще какие-то глазы, то ты увидишь, вот я, например, вот некоторые люди смотрели, да, на этой манифестации, и там же стояли штрумфы с забралами в проемах, чтобы не пускать нас к мэрии, мы шли по центральному авеню, но чтобы нас не пускать по улочкам, по маленьким, к мэрии именно, потому что, я не знаю, что они там защищали, портрет Макрона, что ли, что там можно защищать-то, собственно, в мэрии-то, там что, стратегический запас золота какой-то, нет, они просто защищали портрет Макрона, там, я не знаю что, в общем, и стояли вот на этих маленьких улицах, не пускали народ к самому центру, но вот эти вот с забралами, они все были в штатском, я так смотрю, и люди всем им там факи показывают, орут, короче, у-у-у, вот так вот все на них, ну, демонстранты, а я смотрю так на них и думаю, люди, вы не понимаете, что это не полиция вообще, это просто вот засланцы, которым сами же правительство само одело вот эти каски, дало им в руки вот эти тубынк, там всякий случай, вот у меня анализ такой пошел, но не у всех, кстати, не все это поняли, многие думали, что это полицейские в штатском, там, или еще что-то, нифига это не полицейские, вообще никак не полицейские, кстати, многие полицейские на этих демонстрациях шли вместе с демонстрантами. Да, вот это меня, кстати, и пугает, на самом деле, странная эта ситуация, когда, ну, что-то тут не то. Да, вот есть такие оплаченные люди, вот, кстати, за эти завезенцы, так скажем, с разных стран, мы не будем называть их там, как они, ну, поняли, да, завезенцы, которые завозили кораблями там. Так вот эти завезенцы, они теперь на зарплате от правительства, и на них одевают каски, дают им в руки вот эти все газовые штуки там и так далее. Есть, конечно, какая-то часть все-таки, которая ближе к правительству полицейских, но очень многие против. Ну, сейчас, в общем, разделилось там. Вот это вот и навевает на мысли то, что, я вот тоже слышал там, типа, полицейские переходят на сторону людей, но тут такая, ну, как бы, странно как-то это все. Вот я почему и говорю, что у меня вот такие ассоциации идут, что это как бы намеренно все делается, чтобы поддерживать вот эти вот движения все. Как бы подбадриваясь. Я не совсем согласна, потому что я слушала вот эти все, ну, вот наши такие самые верхушки, которые вот, как сказать, не возглавляют это движение, а которые на нашей стороне, так скажем, наши адвокаты, которые нам вот с помощью дают какие-то документы, чтобы опротестовать штрафы, например, еще что-то, которые действительно действуют, и люди могут опротестовать, и которые борются за нас. Плюс еще жандармы, которые дают правду, собственно говоря, конкретно. Вот можете посмотреть сайт профессион жандарма, французский сайт, это жандарма в отставке. Нет, все-таки нельзя так совсем не доверять, собственно говоря. Если совсем не доверять, то ты останешься один, ты один побежишь, куда, в лес, один. Нет, нужно наоборот собираться в группы, создавать какие-то группы, чтобы быть не одинок, чтобы обмениваться информацией и так далее. Мне очень нравится, что во Франции сейчас создаются группы даже, плюс, вот сейчас вот, например, я смотрю, каждый день они как вспыхивают. Сегодня я поставила на своем телеграме, создалась группа работа для тех, кто не укололся. То есть работодатели во Франции размещают свои вакансии для людей, которые не хотят уколоваться. Отлично вообще, супер. Ну и все в том же духе. Разместили сайт, локализирующий все 5G, например. Кстати, этот сайт называется Jesus Premier, то есть Иисус Первый. Иисус Первый точка ком. И ты видишь вообще, любой город туда забиваешь, и ты видишь, сколько у тебя этих. Я когда забила Париж, ладно, здесь маленький у нас городок, я забила, у нас здесь четыре вышки, ну, по центру города где-то примерно, но Париж, это жуть просто. Одна из основных глобераций. Играм на мой, посмотрите, там у меня есть эта ссылка, и попробуйте там забейте любой город французский. Ну, это, как это называется, контроль протестных социальных групп, когда тебя внедряют в нее, ты ее как бы завязываешь на себя, зарабатываешь авторитет, типа на борьбе вот этой всей, а потом это похитило. Ну нет, здесь совершенно не то, я доверяю, например, своей интуиции, которая у меня за время вот этого всего, моего интереса развелась очень сильно, поэтому я вижу, кто наш, а кто не наш. Так можно сказать тоже, Артем тут тоже что-то говорит, а вдруг он там нас не туда поведет, там и так далее, да. А я, кстати, в своих видео всегда говорю, я говорю, не верьте мне, проверяйте, смотрите, что я делаю и что, как озвучиваю. То есть не верю, никто не знает. Нет, если ты вообще ни во что не веришь, то ты просто останешься один, ты в погреб свой залезешь и будешь там сидеть. То есть, когда на самом деле, если ты знаешь, кому доверять, ты с ним пойдешь и вы вместе, это сила. Артем, спасибо тебе огромное за разъяснение, это вообще шок просто, как всегда. Да, ну вот надо, чтобы люди сами уже с этим ознакомились, посмотрели, подумали над этим, что происходит и были, и просто были в курсе. И, ну скажем так, мягко говоря, не велись на вот эти все пропагандистские вбросы, которые идут на уровне всяких СМИ и разных вот этих вещей, когда просто пудрят мозги и уводят фокус внимания в людей. Ну вот в этом плане, чтобы понимали, что происходит. Ну ладно, всем всего хорошего, держитесь. Ну а ты тоже там давай держись, не это, в микроволновке в этой фольгой как-то обложись, я не знаю. А нет, в микроволновку же нельзя фольгу там взорвать. Ну сломай микроволновку, как она может сломаться? Ну как, вот так, фольгой обложись. И она должна сломаться. Сорваться с стороны окна. Молотком только, если ударить сверху, и ты не знаешь, куда бить молотком. А где они там это все включают? Ну ладно, все, всем пока, всего хорошего. Не унывайте, боритесь до конца. И доширак не ешьте, это вредно. Тем более его уже больше нет у нас. Все, тютин украл. Слушай, пока. Все, пока.